Ещё одного медведевского министра, пролетевшего мимо кресла в новом составе правительства, приткнули работать на хлебное место. Виталий Мутко есть такой смешной персонаж, около Кремлёвских, возглавил государственную компанию Дом РФ. Вы тоже не знаете, что это такое? Агентство ипотечного жилищного кредитования. Вот так вот раньше данная контора называлась. Вся ипотека в стране идёт через неё, ну то есть масштаб, понимаете. И вот Мутко её возглавил. Вообще удивительный гражданин. В плане абсолютной некомпетенции человек может только с Голиковой посостязаться. Предлагаю коротенько вспомнить, чем занимался до того как. Итак, рулил Российским футбольным союзом, угробил футбол, а тогда ещё воспитанники советской школы играли. Всё равно угробил. Назначили министром спорта, а затем и вовсе спортивным вице-премьером. Итогом хорошей работы в Мутко в данных должностях стала история о том, как российских спортсменов перестали допускать до участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. А ещё Виталий Леонтьевич построил 16 новых стадионов для Мундиаля-2018. Вернее, не то, чтобы построил, а тупо профукал кучу народных денег на распиле вокруг тех стадионов. Часть из них, кстати, стадионов. Уже пребывают в аварийном состоянии. Ага, двух лет не прошло. Не беда. В награду господина Мутко направили работать вице-премьером, курирующим строительство. Слава богу, хоть там мужчина. Здорово навредить не успел. Ушли человека в отставку. Зато сейчас всей ипотекой в стране занимается. Что можно сказать? Привет ипотечному рынку. И начинаем. Достали звонки от надоедливых хамоватых коллекторов, а ты всего-навсего по глупости вляпался в кредит, но остался затем без работы, и тебе сейчас просто нечем платить. Банк не идёт на переговоры. Ты наверняка боишься, что у тебя могут отнять последние, и где найти защиты ты тоже слабо представляешь. Ну, согласен, толстосумам чаще всего плевать на беды и чаяния обычных граждан, такова реальность. Знаете, что я посоветую? Выход есть. Он непростой. Он требует проработки целого ряда нюансов, но он всё-таки есть. Банкротство физических лиц. Так это называется на законодательном уровне. Если сумма вашей задолженности превышает 500 тысяч рублей. Если вы остались без источника заработка и не в состоянии платить, вы имеете право обратиться в арбитражный суд и избавиться от проблемного долга. Вот только не советую заниматься самодеятельностью, смотреть ролики на ютюбе, читать сомнительные статьи в интернете. Найдите нормальных юристов. Кстати, есть у меня такие на примете. Фактор права организация называется. Вообще, конечно, я на самом деле не понимаю, по какому принципу наш великий квадрат. Кормчий перетасовывает этих бездельников. Классный управленческий опыт. Так они через одного заваливают работу на вверенных направлениях. Промутков вот только что рассказал. Высокий профессионализм учитывается. Тоже бред. Ну, о каком профессионализме можно говорить в данном случае? Давайте на пальцах. Вот ты, например, всю жизнь работал бухгалтером в банковской отрасли. И вдруг, бац, тебя назначают главным врачом центральной районной больницы. Че ты там наворочуешь? Ты томограф от рентгеновского аппарата умеешь отличить? Но это еще не все. Представь, что спустя какое-то время тебя переводят на должность директора аэропорта. Нормальный человек снова за голову схватится. Спросит, че происходит? И тут снова тебя выдергивают на ковер к губернатору. Говорят, не, аэропортом у нас пусть продавец из магазина «Пятерочка» рулит, а ты пойдешь военными командовать. Справишься, поставим начальником над металлургами. Но это же идиотизм. Дураку понятно, что рожденный ползать, летать не сможет. Если в собаку природой заложено охранять, и она этому обучена, ходить на охоту с хозяином, согласитесь, глупо экспериментировать и пытаться посадить на цепь в будку хомяка. А если вдруг вы собрались кабана бить, рыбок с собой возьму. Ну а в правительстве огромной страны, оказывается, могут сидеть и рыбки, и хомяки, и даже котопес. Главное, чтобы пациенты сего дома печали свято верили, у ребятишек получится. Кстати, интересный пунктик нашел в биографии Мутко, и хочу сейчас обратиться к тем, кто любит кричать, да коммунисты в нашей стране уже были во власти, с них станется. Столько бед натворили. Так вот, Виталий Леонтьевич, член КПСС с 80-го по 91-й год, сейчас в Единой России состоит, даже не поспоришь, верно? Действительно, коммунисты у нас уже были во власти, зато теперь вот совсем другие люди во власть пришли, мордор, блин. Это реальная журналистика у глупости, тормозов не бывает, тема сегодняшнего выпуска, поехали. Кстати, а тут же вся страна, да что там, вся страна, весь мир в панике вторую неделю. В Китае обнаружился какой-то непонятный коронавирус, люди от него мрут как мухи. И что за зверь, никто не знает, как это лечить тоже. Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. Он уже перешел с этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается. Заболевание вступило в сравнительно серьезную и сложную стадию. Итак, по последним данным, в Китае инфицировано свыше 2000 человек, 57 из них скончались. При этом вирусологи до сих пор не так много и знают. Но мы-то с вами в России живем, в стране, в которой даже беда или угроза могут стать поводом для классной пропаганды. Разумеется, лизаблюды не остались в стороне, и в данном случае решили информповод использовать. Состряпали очередную брехливую историю-напоминалку о нашем неоспоримом величии перед всей планетой. Короче, достали ребятишки из какого-то пыльного сундука бывшего главного санитарного врача Онищенко, отмыли, одели, видимо, прокапали, чтоб протрезвел. После чего Онищенко как заел, да чё там этот коронавирус в натуре, нашли чего бояться. У нас уже сегодня есть в наличии порядка 30 препаратов, которые этот недуг способны вылечить на раз-два. Не до конца прокапали, что ли. Слушайте, они там, в Азии, где больницы целые строят за 10 дней, только вот чуть не вчера объявили, будто придумали какую-то вакцину, правда, не испытывали её ещё даже на животных, а у нас, где поликлиники таким образом выглядят, чинуши врут о наличии аж 30 препаратов, действующих, проверенных. Так покажите тогда, где они? Дайте хоть один из этих препаратов китайцам, пусть они скажут миру спасибо русским. Спасли нас от страшной беды. Ах, на студии Союзмультфильм, видимо, ещё не закончили рисовать мультик про эти чудо-таблетки, поэтому показать головоногим по ящику нечего, да? Ну, теперь хотя бы понятно, зачем этот фантазёр на публике появился. Вся специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, ваши службы сделают всё от вас зависящее, всё возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые нам... А с другой стороны, наши пропагандисты, они ведь и не заточены под анализ серьёзных тем и событий. Ну, представляете, почти два десятка лет люди, называющие себя сегодня журналистами, занимались исключительно тем, что нацеловывали задычим ушем, врали своей аудитории о каких-то мифических рывках и прорывах, поливали грязью соседей из бывших союзных республик. Они правда ничего другого делать не умеют. Задумайтесь только. Целое поколение пропагандистов успело вырасти за годы стабильности, то есть ему было 16, и он собирался поступать на журфак. Сегодня ему 35. На протяжении всей своей карьеры он лизал. Ну, чего от такого ждать-то? Кстати, вот ещё очередной шедевр от и про убогих, которые, невзирая на всё происходящее в мире продолжают дуть в ту же кожаную флейту. А чего вы вдвоём? Две России? Разделились уже? Вы вместо этого знаете, хотите, я вам хоть там хороший совет? Вы подъедьте в Париж и снимите дом, где живёт семья Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро. Очень хорошая в 16 округе. Это недалеко от Страсбурга. Покажите россиянам дом Соловьёва на озере Кома, который они награбили деньги у россиян, обычных россиян. Рассказываем про страшную Украину, про ЦРУ, про нацистов и всё остальное. Вот это будет интересно. А слышали ли вы про инициативу, с которой Россия приехала сюда по поводу русского языка на Украине? Что вы считаете? Вы считаете, нет никакого притеснения русского языка? Вы знаете, вот тут даже комментировать нечего. Хотя крайний фрагмент из этой нарезки всё-таки достоин внимания. Подходит пропагандистка, гражданину иностранного государства. Это государство живёт по своим законам. В этом государстве имеется свой государственный язык. И вот эта пропагандистка на полном серьёзе задаёт вопрос о статусе русского языка в той другой стране. Слушай, ты подойди к Трампу, или там к Макрону, или к Меркель, и кинь им такую же предъяву. Какого в ваших странах люди не по-русски на улицах говорят? Хотя мне кажется, что она действительно не понимает всего идиотизма ситуации, и все абсурдности своего наиглупейшего вопроса. Жертва ЕГЭ, потому что идеальный овощ. Очень перспективный сотрудник, но, к сожалению, идиот. Ой, а в Минтруде не слышали, нет? Предложили снизить прожиточный минимум на тысячу. Правда, пропагандисты так не пишут. Они пишут, планируют установить прожиточный минимум на уровне 10 409 рублей. Сейчас он 11 500. Ну, согласитесь, так ведь красивее. Типа мы вас не обворовываем, мы просто меняем правила игры. Забавно, что всего две недели назад российский главарь рассказывал подданным сказке, мол, будем биться за повышение уровня доходов граждан и на тебе. Его вассалы тут же, хоп, передвинули измерительную планочку вниз. То есть, еще вчера, получая 11 000 зарплаты, ты считался нищим, а завтра станешь вполне себе человеком. С приличным доходом, Копперфильт, блин, обзавидуется. Хотя, все то, о чем я говорил, на протяжении 10 минут для жертв ЕГЭ клинопись, я уверен. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим. А я затем спешу откланяться. Пока. Пока.